Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анна Москаленко. И вот главные темы. Несколько трасс в Алтайском крае перекрыли из-за сильного снегопада. Об этом сообщает региональное управление МЧС. На каких участках закрыто движение, расскажем далее. Накануне Международного дня инвалидов губернатор Виктор Томенко встретился с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Мальчик задал главе региона важный вопрос. Какой? Узнаете в выпуске. В советские годы Сомерсет Моэм был, пожалуй, одним из самых читаемых зарубежных писателей. Популярность его достигла пика после выхода на экраны фильма «Театр». О ком речь, узнаете в нашей рубрике «Книжный шкаф». Несколько трасс в Алтайском крае перекрыли из-за сильного снегопада. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Движение закрыто на участке Ребриха, Завьялова, Леньки, Благовещенко от 139 до 195 километра. Благовещенко, Нижняя Суетка на протяжении всего участка. Волчиха, Родина, Благовещенко, Кулунда на трех участках. Юдиха, Тюменцева, Баева, Знаменка, Славгород. Змейногорск, граница НСО в Кулундинском районе. На участке от 311 до 371 километра. Добавлю, по данным Барнаульского автовокзала отменено три рейса. Барнаул-Славгород в час ночи, в 12.35 Барнаул-Кулунда и в 13.00 Барнаул-Славгород. Краевом МЧС просят водителей отказаться от дальних поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просят звонить по телефону 112. 519 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, выздоровели 519 пациентов также. И зафиксировано 30 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 105,5 тысяч инфицированных. Из них 76,5 тысяч выздоровели. 3000 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 318 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тяжело больных 642 пациента на аппаратах ИВЛ 257. В Бийске заработал дополнительный пункт вакцинации от COVID-19. Его открыли на четвертом этаже торгового центра «Созвездие». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Наукограда. Для того, чтобы поставить прививку, необходимо предъявить паспорт, полис и СНИЛС. Пункт работает по средам, четвергам и пятницам. С 15.00 до 19.00. А также по выходным. С 10 утра до 15.00. Всего в Алтайский край поступило 1 миллион 336 тысяч комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Накануне Международного дня инвалидов губернатора Виктор Томенко встретился с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Мальчик давно мечтал пообщаться с главой региона и задать главный вопрос, который его беспокоит. Максим Трофимов – шестиклассник Барнаульского педагогического лицея. Встреча с губернатором – давняя мечта ребенка. И вот она исполнилась. Максим рассказал Виктору Томенко о своем желании заниматься разными видами спорта на уличной площадке. Я и другие дети хотят заниматься на спортивной площадке, но у нас нет таких пока возможностей. А ты, наверное, имеешь в виду такую, чтобы самыми разными видами спорта можно было заниматься? Ну давай мы подумаем. Надо, наверное, поискать какие-то примеры. Я так даже себе сходу и не могу представить, как она должна выглядеть. Нам надо будет этот вопрос поизучать поподробнее. Во время разговора Максим рассказал Виктору Томенко о своих увлечениях – чтении книг и астрономии. И даже признался, что сам мечтает стать главой региона. Вообще я бы сам хотела стать губернатором и политиком. Потому что смотреть за Алтайским краем для меня это очень интересно. И надо будет взаимодействовать с многими людьми. Политик – это очень важная работа. Я бы тоже хотела там участвовать, создавать новые законы. На встрече также присутствовала председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике, заслуженный мастер спорта России Татьяна Ильюченко. Она вручила Максиму Трофимову редкую книгу, посвященную Олимпиаде в Сочи. Когда была на открытии Сочи, я оттуда взяла книжку. Максим, вот, наверное, она долежала до твоего случая. Смотри. Это как раз девиз Паралимпийских игр «Невозможное возможно». Поэтому здесь вот такая вот история. Это 2014 год. Это 2014 год. Это раритет уже. Губернатор Виктор Томенко подарил Максиму двухтомник произведения алтайских писателей для детей и книгу по астрономии. А на прощание предложил Максиму встретиться в следующий раз на открытии спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Елена Самарина, новости. Детский сад на 140 мест открылся в селе Ая. Его построили по национальному проекту «Демография» почти за 200 миллионов рублей. Подробности смотрите в нашем материале. Сегодня праздник, ребята, в Соболевском наборах открывается сегодня светлый новый детский сад. Для жителей села Ая открытие нового детского сада – долгожданное событие. Старый садик вмещал всего 70 человек. Поэтому жители испытывали острую потребность в этом учреждении. В этот детский сад привозят детей из соседних сел. Села Верхай, Нижняя Каинча. То есть садик наш очень высоко конкурентоспособным стал. И если раньше, например, из Нижней Каинчи возили в детский сад Саузги, то сейчас, конечно, к нам в первую очередь сюда. В новом здании разместили пищеблок, медицинский кабинет, зал для физкультуры и занятий музыкой. Также детсад оборудовали собственной котельной с дизельной электроустановкой. В случае аварийного отключения дети не останутся без света. Это типовой детский сад на 140 мест, где собраны абсолютно все требования, которые сегодня предъявляются и Ростехнадзором, и Роспотребнадзором. И теми надзорными органами, которые сегодня следят за безопасностью пребывания детей в общественных организациях. В новом детском саду есть старшие и подготовительные группы, а также ясли, куда ходят ребятишки до двух лет. У нас в районе он такой, именно современный, оснащенный всем оборудованием по полному слову техники, так сказать. И он единственный. Есть, конечно, детские сады, соответствующие санпинам, санпинам. Но вот этот детский сад – это самый современный, самый, как можно и модно говорить детям сегодня, крутой детский сад. Поэтому вам, детки, очень повезло, что вы в таком крутом детском садике теперь живете. Это ваш второй дом, да? Да! Да! Божественное открытие детского сада посетил депутат Государственной думы Даниил Бессарабов. Он отметил, что для полноценного развития и воспитания детей в учреждении есть все необходимые условия. Сегодня видим счастливые лица ребятишек, мамочек, папочек, всех жителей села. Потому что действительно такое замечательное событие, оно неординарное событие. Уже многие десятилетия в селе Ая не решилась проблема мест в детском саду. И жители были вынуждены возить в соседнее село. Сегодня созданы все условия. И вот самая дорога – это улыбки детей, спасибо от родителей. Детский сад «Звездочка» открыл свои двери для ребятишек в начале октября. В новом дошкольном учреждении 140 мест, 130 из которых занято. Алина Пенигина, Елена Самарина, новости. И к другим темам. Последняя партия новой техники для лесопожарных и лесохозяйственных работ поступила в Алтайский край. Закупать новую технику для региона начали еще в 2019 году. До этого пользовались старыми машинами, которые были полностью изношены. Совершенно другая техника. То ли та техника, которая была еще запроектирована в 50-х годах, да, 70-х годах, она была либо сейчас современная. То есть, ну, как сказать, земля и небо. Всего в рамках нацпроекта «Экология» закупили 44 единицы техники и 132 специального оборудования. И это далеко не предел. Проект планируют закончить только в 2024 году. На эти цели выделят около 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Продолжаем выпуск. В село Советского района Шульгин-Лок привезли фотовыставку из кадров советского фильма «Печки-лавочки». Именно здесь 50 лет назад проходили съемки картины. Главную роль хлебороба сыграл наш земляк Василий Шукшин. Актерами стали и жители села, которые до съемок этого фильма к кинематографу никакого отношения не имели. Спустя полвека они нашли себя на фотографиях, которые были сделаны во время съемок. А теперь в селе ставят спектакль по сценарию короткометражного фильма «Сергея Жизненного. Печки-лавочки». В нем играют пять актеров местного музыкально-драматического театра. И мы взяли попробовать этот сценарий себе в работу и переложить его, чтобы это было не в кино, а как это будет смотреться на сцене. С большим интересом мы. Но сначала мы, конечно, думали, боже мой, за что мы взялись. Это очень сложно. Столько всяких улиц и дома, все это, бани. Как это все. В кино зашли в баню, сняли, сделали монтаж. Надо отметить, это село богато на таланты. К народному творчеству здесь приучают с детства. В фольклорной группе «Проса», театральной студии «Веретено» и хоре «Веселые нотки». А коллективу ветеранов в этом году исполнилось 15 лет. В советские годы Сомерсет Моэм был, пожалуй, одним из самых читаемых зарубежных писателей. Популярность его достигла пика после выхода на экраны фильма «Театр». В ту пору конкуренцию с Сомерсетом Моэму могли составить разве что Валентин Пикуль и Морис Дрюон. А начинал писатель свою карьеру в Советской России английским шпионом. Об этом в очередном выпуске рубрики «Книжный шкаф». Еще на заре литературной карьеры Моэма называли английским опассаном за точность и ироничность формулировок, за внимательность повествования. Но ранняя советская критика не одобрила ни писателя, ни его героя. Литературная энциклопедия в статье о писателе утверждала, Моэм представляет ту группу мелкобуржуазной интеллигенции, которая не способна к борьбе с капитализмом и так или иначе примиряется с ним. Во время Первой мировой войны Сомерсет Моэм сотрудничал с Ми-5 и в качестве агента английской разведки был послан в Россию с целью не дать нашей стране выйти из мировой бойни. В Россию Моэм прибыл на пароходе из США по Владивосток. В Петрограде с августа по ноябрь 1917 года Моэм неоднократно встречался с Александром Керенским, Борисом Савенковым и другими политическими деятелями. После провала своей миссии в связи с начавшейся Октябрьской революцией он покинул Россию через Швецию. Работа разведчика нашла отражение в сборнике новелл Сомерсета Моэма «Эшенден» или «Британский агент» и в книге «Подводя итоги». «Луна и грош» — наверное, один из лучших романов о судьбе гения и по сути о том, что гений может быть чудовищем в жизни, оставаясь гением в искусстве. Прообразом главного героя послужил художник Поль Гоген. Другой роман Моэма «Театр» был экранизирован и пользовался большой популярностью у зрителей. Моэма на Западе долгое время называли самым лучшим из второстепенных писателей и удивлялись его популярности в СССР. Должны были пройти годы, чтобы критики оценили его талант стилиста и рассказчика. Сегодня рассказы писателя рекомендуют студентам и школьникам. Его английский считается безупречным. Эту и другие замечательные книги можно встретить в нашем книжном шкафу на железнодорожном вокзале. Если у вас дома есть книги, которые вам больше не нужны, то привозите их к нам на Пролетарскую 250. Вместе мы продлим им жизнь, а о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Сергей Балуев, Новости. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.